Татьяна, спасибо большое, что вы с нами встретились. Мы понимаем, что это очень тяжелая тема, о которой нужно говорить. Тем не менее, первый вопрос, который хотелось бы задать, это когда вы узнали о том, что произошло и какая была у вас первая реакция? В июне этого года, уже не этого, а 2012, ко мне пришла сама жертва преступления и все рассказала. Первая моя реакция была шок. Сколько бы я не прожила с Рустемом и сколько бы я его не знала, есть вещи, которые не поддаются вере даже, вот в это поверить невозможно. Даже мне. Девушка решила это мне рассказать. Ей это было непросто, потому что много лет она держала это в себе, училась в школе, потом пошла в высшую школу, потом в университет. Собственно, об этом никто не знал много лет. Когда она рассказала мне, об этом уже знали какие-то люди. Я была не первой. Но я, видимо, была важной фигурой, потому что она поняла, что он никогда не вернется в наш дом, никогда не приедет сюда. Она его боялась. Он очень искусный, я бы даже сказала, сильный манипулятор даже со взрослыми людьми, а с детьми тем более. То есть я думаю, там с его искусством особого труда вообще не составляло ее как-то держать. Хотя бы на... Потом уже, да, на положении молчащей. Я начала ее расспрашивать. Она детали в то время, да, в летом. Она говорить не могла. Сказала, что потом, потом. Когда я смогу об этом поговорить, когда вообще смогу об этом говорить, я буду рассказывать. Сейчас я могу сказать вот это, это и это. Когда? Когда началось, как это было и каким образом получилось так, что никто об этом не то, что не знал, а даже не подозревал. А что можно сказать о состоянии самой девушки на данный момент? Когда она призналась, у нее очень сильный был рецидив. Все поднялось со дна. Ей было страшно, что она призналась. Ей было больно, ей было стыдно. У нее провалы в памяти. Она, мозг защищает эти воспоминания. Потому что она жила, как будто это была не она. То есть она старалась отделить вот это в эту жизнь. И эту, в которой она вынуждена была жить. С ребятами в школе, с девочками, с мальчиками и так далее. Она заново как ходить. Люди начинают. Она заново. Она строила свою жизнь, как робот. Ее, тем не менее, бывали срывы. Особенно, когда, например, что-то не получалось. Она проваливается тут же в состоянии, что вот она сломана на всю жизнь. Ну, а потом опять берет себя в руки и пытается. Но она на лекарствах много лет до сих пор не вышла из посттравматического синдрома. Ну, извините, что я прибью. А сколько лет назад это произошло? Мне было 12 лет. Это было... 12, это 15 лет назад. И в течение нескольких лет потом, до совершеннолетия. Примерно в совершеннолетии он от нее отстал. Она все это время молчала. Задавали некоторые люди вопрос, почему врачи, к которым она обратилась, психологи, не сообщили в полицию. В Норвегии есть такое понятие, очень серьезное. Это таус хедспликт. И сам тик компетенция. Это значит, что если ребенок до 16 лет обращается, то есть несовершеннолетний ребенок до 16 лет обращается к врачу, моментально сообщается в полицию и моментально сообщается в Барневерн-тенесте. Это охрана... Даже не знаю, как перевести. У нас нет такой, по-моему, организации. Охрана детей, детства, детского здоровья, фамильные неблагополучия и так далее. Но ей было уже 16. В 16 лет сделано так по закону, что у них уже сам тик компетенция. Они сами за себя уже отвечают. И врач имеет вот этот таус хедспликт, то есть неразглашение. Если пациент против, она не может сказать ни маме ее, ни папе и никому больше. 6 месяцев тюрьмы за нарушение этого закона. Поэтому дети чувствуют себя в безопасности и могут и точно знают, что в Хельсе Весенет у них полностью есть защита, и они получат только лечение. И не более того, никаких слухов, ничего этого не будет. Поэтому она пошла после 16. Я не знаю, поэтому или нет, говорит, что нет, а только потому, что не могла. Если вы узнали об этом в июне, скажите, почему вы выждали такое достаточно большое количество времени практически до конца декабря, прежде чем придать это дело более широкой огласке? Вы знаете, я ведь делать такие серьезные дела эмоционально просто нельзя. Я понимала это. Потому что внутри было, вот не передать, гнев, ужас, все эти чувства, которые поднялись, и этот ужас, который стал опять твориться с девушкой, меня остановили. Я поняла, во-первых, нужно привести ее опять в чувства и помочь ей как-то из этого опять хотя бы на ту же стадию, в которой она была. Это первое. Я просто расставила приоритеты. Первое. Это ее здоровье, потому что было ужасно. Второе. Это я должна очень крепко и хорошо подумать, как успокоиться, продумать и осуществить то, что я задумала. А на это требуется время. А почему я обращаюсь? Я хочу обратиться именно через СМИ, потому что я прочитала закон и поняла, что мое обращение через СМИ будет, и надеюсь, что так оно и будет, с заявлением в правоохранительные органы. И я надеюсь, что они среагируют и получат какие-то дополнительные материалы от меня для ведения следствия. Я категорически настаиваю, что это дело не политическое. Это дело сугубо уголовное. Не касается никаких ни партий, ни течений, ни тем более... Я очень, кстати, удивилась, что он входит в состав Координационного Совета оппозиции. Это меня изумило, потому что это было после того, как между нами как раз шел разговор о том, что это дело может дойти до суда. И он понимает, что об этом знаю я. И он понимает, что об этом знаю не только я, а есть свидетели, свидетели косвенные, не свидетели преступления, а свидетели косвенные, которые в курсе всего этого дела. То есть это не один человек и не два, и не три. Зная об этом, он пошел в КС. Как это объяснить? Как он... Ну, если он смог посягнуть на ребенка, ну, наверное, это он смог уже с большей легкостью. Мне казалось, что, может быть, вот как раз вступление в Координационный Совет и такая достаточно активная в последнее время позиция, если можно так выразить, во всяком случае в интернете, скажем, политическая позиция, это все-таки попытка в какой-то степени себя защитить от того, что может произойти с ним. Вот об этом я даже бы мне в голову не пришло, потому что, вы знаете, мне все пришло в голову, я думала, что он может сказать в ответ. Мне даже приходило в голову, что он объявит действительно, но жена сошла с ума. А вот про политику я же не знала даже, что он вообще к этому имеет какую-то... То есть он всегда был аполитичен, у него были какие-то свои взгляды, как у всех у нас, но он никогда не лез в политику, ее не любил и всегда стоял сам по себе в сторонке. И что, что он сделал для меня явилось тоже таким откровением. Какая реакция была у самого Рустема, когда вы ему рассказали, что вам, по сути, известно, что произошло? Нет, первая реакция, это что, такого быть не может, такого, такого я такая не могла. Ну, это какая-то вот была первое письмо, а второе уже, ну, понял, что... Ну, что все известно и уже отбираться тут. Я ему выслала совсем недавно, уже осенью, смс о том, что все-таки я иду в полицию и так далее, и так далее, и... он сказал, да иди куда хочешь, мне все равно, я и так живу одним днем. А он не пытался вам угрожать или как-то еще пытаться воздействовать на вас? Мне кажется, он бы и не смог мне угрожать. Нет, он мне не угрожал. И вообще не могу сказать, что со мной он был ну, как-то особо груб или жесток. нет. Скорее, все это было вот так из-под тяжка. Ложь и... чудовищно вот это. Что интересно, вот, например, в разговоре в приватном со мной он всегда давит на жалость, что он человек больной, неврастейник, шизофрейник, сидит на нейролептиках и что у него раздвоение личности. Когда он говорит, вот, это даже сейчас с людьми, он почему-то об этом не говорит, что у него раздвоение личности, что он действительно такой, как он написал, да, я такой. Что бы вы могли ответить на, скажем, обвинение или попытки обвинения вас в том, что это все лишь месть обиженной жены, скажем так? Все, что творится вокруг этого, меня, в общем, мало волнует. Можно объявить меня сумасшедшей, можно назвать меня же мексиканской разведкой. очень многие люди считают это позором или как вот пишут, такая гадость вот себя не уважать. вот я как раз настолько себя уважаю, что я буду стараться все-таки добиться, добиваться правосудия. А в чем разница российского правосудия и норвежского? Скажем, вы здесь тоже можете выбирать и пойти в полицию. Да. Есть ли какая-то причина, по которой вы предпочтите, чтобы это произошло в России или у вас нет предпочтения совершенно? Ну, да, предпочтение есть, наверное, лучше в России. Во-первых, норвежскую тюрьму вы знаете, он сам о ней писал. Это раз. Во-вторых, боюсь, что все это затянется здесь, потому что он будет скрываться. Но, например, у этой полиции могут быть доступ к врачебной карте. То, чего нет у российских правоохранительных органов. Получается, что в двух странах придется вести это дело. А вот скажите, вы это все делаете исключительно ради того, чтобы помочь одному человеку? Для меня это тоже надо. Мне это тоже нужно. У меня 20 лет в говне. В общем, у меня такое ощущение, что это со мной сделали. У всех есть дети. Почему в этой истории говорили о чем угодно? О политике, о мошистах, о Кремле, о том, кто кто-то мог что-то заказать, о конкуренции и даже о деньгах. Но есть же еще вещи, которые важнее всего этого. Есть основополагающие общечеловеческие вещи, которые человек, просто человек, совершать не то, что не должен, он априори не может. С детьми совершать такое преступление, это человеком не быть. И ни политика, ни деньги, ни конкуренция, ничего, не имеют никакого значения. Такие дети заканчают жизнь самоубийством. Они сломаны на всю жизнь. и это могут быть ваши дети. Посмотрите сейчас, укладывая их на ночь, читая книжки, это может быть ваш ребенок. Что вы будете испытывать? Вы будете думать о чем-либо другом? И это вы будете И что вы будете делать? И что вы будете делать? Продолжение следует...